Один из самых сложных билдов на Некроманта, что я собирал. Его нужно почувствовать, его сложно понять. Очень плохо работает в команде и прекрасно работает в соло игре. Очень зависим от шмота и роллов в них. Зато веселье от игры гарантировано. Шотает все, разносит к херам вообще любую херобору, блин. Всем привет, с вами снова Анубис и у меня опять очередной Некромант нового сезона. В этот раз пятый сезон и Некромант через костяного духа. Как вы видите, я пытался, пытался, честно, я пытался сделать варвара, прокачать его. Но мне хватило до 76 уровня. Ну и как бы как-то так. Ну не знаю, ну вот прям, но опять же, когда я увидел, услышал, что есть сейчас, существует новый билд на Некроманта через костяного духа. Я прям воспрял духом. Интересно получилось. И решил его сделать, собрать, показать вам, пощупать, почувствовать. И мне есть, что, поверьте, рассказать про него. Поехали. Давайте я сразу скажу, что этот билд не для прокачки. То есть, если вы хотите вкачать Некроманта, этот билд я не рекомендую. Он собирается только вот ближе к 90, а лучше на 100 уровне. Потому что тут очень зависим от шмота и прокачки парагона, скиллов и всего остального. Так что качаемся в каком-нибудь суммоне, в костяном копье, в кровавом Некроманте. Все эти билды есть у меня вот там по всплывашке. Они выскочат. Поэтому выбирайте, смотрите, на канале они есть. Но сейчас идет речь уже о эндгейм-контент, сотый уровень и через костяного духа. Что я хочу сказать. Качал бы я костяного духа, если бы у меня это был первый Некромант? Нет. Объясню почему. Он значительно проигрывает в скорости фарма. Прямо значительно проигрывает. Той же Сорке. Тому же самому Друиду. Тому же самому Некроманту через кровь, где кровавые копья летят из сфер, волна крови. Вот это вот все. Потому что сейчас основной контент формление компасов. Вот эти вот компасы, которые можно там подбафать. И будут они у тебя там седьмого, восьмого уровня и так далее. И вот в них как бы очень нужно их всех мобов, которые там появляются. Они появились на всей карте. Уничтожать максимально быстро. Здесь же билд про другое. Но он охеренно кайфовый. То есть, ну, как говорится, Некромант предоставляет выбор на ваш вкус. Что вам хочется, то вы можете в нем реализовать. Для меня этот билд был одним из, наверное, лучших. Да, который я... Вот я раньше говорил, что у меня была тьма. Тьма вообще была прям топчик. И вот сейчас мне очень понравился вот этот костяной дух. Прикольный геймплей. Приятный. Хорошая выживаемость. Огромнейший урон. И ты смотришь на это и прям радуешься. Но это все непросто достичь. Потому что нужны вещи и правильные на них вот эти аффиксы. Вот эти вот все статы. Обо всем этом сейчас будем говорить. Говоря про древоумений. Соответственно, ей будет приложен билд прокачки. Но что мы здесь качаем? Раз, два. Здесь в троечку. Это потому что нам нужна эссенция. То есть весь этот урон зависит от нашей эссенции. Наносим урон от умения основное и от нашей эссенции. Больше эссенции, больше скиллов в основное, больше урон. То есть все вот это качаем. И основное умение, соответственно, вот. Он у нас относится к основным, кости и макабр. Соответственно, все это и его бафы. То есть у меня 22 очка здесь у него закинуто. Хотя максимально 5 можно. Да, все остальное вещами. Дальше что мы смотрим? То есть что нас интересует? Нас интересует костина тюрьма на единичку. Пик-пик. И вот это для сейва. Дальше просто сюда здесь его повторяете. Проклятие. Мы сюда не закидываем ни одного очка. У нас есть штаны, которые нам дают плюс к проклятиям. И, соответственно, мы можем его получить. Ну, мы наносим больше урона. Это хорошо. Щупальцы на единичку. Вот здесь у меня, видите, 4. Но у меня не вкинуто ни одного сюда очка. Здесь от этого 3-4 достаточно. Важно вот эти две вещи. Вот раз. Два. Это важно получить на вещах. На шмотках. Сейчас мы об этом поговорим. То есть некротический панцирь. Вот. И еще это быстрое костенение. Костяной дух, да? Бам-бам. И здесь этот билд без миньонов. Я встречал такие же билды с миньонами. Этот без. Вообще охеренно поднимает ДПС. И вообще ништяк. Не надо этих миньонов постоянно призывать. То есть, соответственно, да. Костяная эссенция. Ваши мини-кости. Больше за единицу эссенции. Больше 50. Бла-бла-бла. Вот так. Вот так. Пока высокий ваш уровень здоровья, вероятность критудара повышается. Все. Отлично. Все, что мы хотим. Здесь разобрались. Более-менее стандартно. Просто если вы это шарите, я уже все рассказал. Не шарите, повторите. Если мы берем совершенствование. Совершенствование. Первая плита. И могильщик. Вторая плита едет сюда. Да, это у нас пересаженная кость и эссенция. Третья плита выезжает сюда. Это кровавая баня и уловка. Четвертая плита едет вот сюда. Это кровь рождает кровь. И усиление. Четвертая. А вот пятая плита. Вот здесь. Пожирание плоти. Флэш-иттер. И здесь воскрешатель у нас стоит. Дальше идет у нас. Шестая. Вот отсюда залетает. В запах смерти. И в подчинение. И седьмая. Выезжает налево. Выезжает налево. Здесь у нас иссушение. И мщение. Что здесь можно еще сказать? Если у вас как-то получилось наролять на шматах прям сверх какой-то уровень выживаемости. То можно отказаться. Здесь. 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 Ну здесь конечно не хочется отказаться. Но можно. То есть вот они очки. Которые в принципе лишние. Ну как они не лишние. Они для выживаемости. Но если вы отсюда уберете. Вы можете дойти вот сюда. Вот так. Бим-бим. Бом-бом. Еще плюс 20 урона костей. 10 интеллекта. Еще и бонус костям. То есть ну просто забей. Если вам не хватает сопротивления всем. Вы можете сюда пройти. Да. Сопротивление всем стихиям. Соответственно здесь есть плюс 5 процентов к урону. Вот отсюда можно вытащить. То есть здесь есть 5 процентов к урону. То есть чик-чик-чик-чик-чик. Вот раз, два, три. Вы получаете много к урону. Соответственно вот это все можно пожертвовать выживаемостью. И закинуть в этот урон. Но, но урона здесь просто море. И реально, как говорится, хочется жить. Хочется побольше выживать. Потому что в очень серьезных вот этих фармиш местах. Если сможете как-то по-своему его переделать. Но не вопрос. Можно переделать. Это вот по совершенствованию. О книге мертвых. Так как мы избавляемся от наших спутников. Вероятность критерического удара повышается. Здесь у нас подавляющий урон. Потому что мы работаем через подавляющий урон и крит урон. И они перемножаются. И ваш крит урон увеличится на 52. Больше не можете призывать големов. Все соответственно. По книге здесь все. И да. Нужно сказать, что этот билд я увидел. Точнее мне его прислал мой одногильдец Номас. И сказал же вот Димон попробуй. Вообще просто билд охерительный. Очень интересно. Я посмотрел. И действительно блин. Вообще просто вау. Этот билд я увидел на Ютуб канале. Кингпик у чувака. Он по-моему из Китая. И кучу я там времени провел еще в комментариях. Выясняя что и как. Потому что нюансы билда очень интересные. У него там просто вообще дичайший уровень. Ему удалось. Например. Да. Основополагающее умение. Костяной дух. Ему удалось его разогнать до 37. То есть. Ну вы понимаете. У меня 22. У него 37. Это вообще забей. Ну у него там шмот такой. Что тут. Ну я не знаю сколько там. Миллиарды. Миллиардов. Миллиардов надо. Его вкидывать. Формить. Вот 37 у него. Он там просто аннигилирует все. Такие щепки. Так что максимальным респект. За вдохновение. Так сказать. И давайте самое вкусненькое. Самое сложное. Самое интересное. Это вот как раз вот шмотки. Что нам все вот это дают. Все наши плюшки. Стандартно на голове здесь шако. И я сразу буду говорить. Прямо сразу про вещи. Что мы здесь роляем. Ну у кузнеца. То есть я очень много перековывал. Очень много. То есть ни в одном там патче. Хотя кстати это только с прошлого патча появилось. И вот эти всякие железиты. Плавелиты. Мавелиты. Там тысячами я сливал. Просто тысячами. Ну реально каждого. Перековывая. Что прольнуть то что мне нужно. Потому что не все. Что здесь выпадает. Вам нужно. В шако. Время восстановления. У меня в шако. Два раза время восстановления. На первый. И на второй ролл выпало. После не знаю. Попыток наверное 60. Если не больше. И третьим уже выпал запас здоровья. Ну я как бы оставил. Потому что здоровья тут тоже важны. Соответственно. Ну вот броня. Херня. Вот. Вот время восстановления. Здесь нужно. Чтобы подкатывались все вот мои умения. Вот эти вот. Это очень важно. Если у вас нет шако. Я использовал до шако. Пока я ее не скрафтил. Вот этот шлем. Здоровье. Максимум эссенции. Максимум здоровья. Размер трупных щупалец. Все. Вот это то что нужно. Как бы здесь я сильно это не. Ну на один уровень апнул. Там выпала жизнь. И я сказал ну окей. Потому что я понимал что это как затычка. То есть этот предмет он не очень важный. Потому что ну тут только шако. Тут ну вариантов нет. Только шако. Это вот. Шотовской грепень. Просто он в д2 назывался шако. Вот как бы колпак орликина. Короче его нужно выбивать. В аспекты здесь можно засунуть. Урон получаемый уменьшается вами на 21%. Вообще нормально. Потому что как бы урона прилетает. Ну прям по голове хорошо. По армору. Здесь. Инта, здоровье и макабр. В идеале конечно со звездочкой. Чтобы здесь был макабр. То есть чтобы вот эти макабр были плюс 3. Здесь у меня плюс 2. Это он. Я его переролил в плюс 1. И еще апонем у кузнеца еще плюс 1 получил. Поэтому у меня макабр плюс 2. И здесь удалось получить некротический панцирь. Вот это и нужно. То есть здесь два основных. Это некротический панцирь у кузнеца. И макабр. Некротический панцирь. Нам нужен. Чтобы мы жили. Чтобы у нас укрепление делалось. И в него очки умений вкидывать вообще не хочется. Соответственно он на 4 у меня без моего содействия. Идеально. Ну идеально конечно это если бы вот здесь плюс там 7 к макабр было. Со звездочками и так далее. Но как говорится чем богаты тем и рады. Ну и буря костей наносит урон и окружает вас барьером. Это очень важно. Потому что жить нам нужно. Барьеры нужны. Перчатки. Инта. Вероятность крит удара. Умения основных. Это что нужно. Вероятность крит удара можно даже заменить на скорость. Или какой-нибудь подавляющий урон. Потому что ну как бы вероятность крит удара ну прям достаточно. 53% вот в этом билде это ну прям хорошо. Этого достаточно. Здесь мы естественно хотим инту и основные. Я два раза вралял перчатки. Один раз у меня плюс к основным получилось. И один раз получилось плюс к инте. Я согласился с этим и сказал типа окей пойдет. Костяной дух и трупные щупальца. Вот это очень важно здесь получить у кузнеца. Да урон костяного духа. И трупные щупальца. Размер прям важно. Кстати по поводу армора. Я таких арморов. Ну наверное штук 10. Если не больше. Срал. Чтобы выбить макабр. Чтобы вот плюс категории макабр. То есть очень много арморов. Я испохабил пока вот этот вот не смог. Ну плюс еще где-то макабр был. Но не выпали некротические панцирии и щупальца. Короче забей. Я вот на арморы потратил очень много. Там миллионов. Может быть даже 100 лямов где-то в порол. Чтобы просто переролять. И еще и у меня там их езжу там с десяток наверное был. Просто в сундуке я их по очереди херачил. Шорты надо выбить. Они плюс 4 к проклятию. Проклятие времени действия эффекта. Подавляющий урон. Ну и макс здоровья. Что здесь если апаем шорты у кузнеца. Здоровье и подавляющий урон мы здесь хотим увидеть. Ну типа плюс 3 к уровню проклятия не сильно важно. Вот. И попозже чуть-чуть я расскажу про механику. Я сейчас пока показываю. Обувь тоже выбить нужно. И без этой обуви очень плохо этот билд работает. Она очень важна. То есть ну пока по брони понятно. У меня тут все ок. Брони много. Скорости хорошо. Костяная тюрьма. Время восстановления снижается вообще классно. То есть можно даже еще это ральнуть. Вот. Но в идеале конечно вот у кузнеца апать и получать плюс 4. Ну плюс кумение кости. То есть это в идеале. Что с пушкой? Пушка вот такая. Это инта здоровья и эссенция за каждое убийство. В идеале чтобы 10 эссенции за каждое убийство было. Да. Чтобы была звездочка. Это в идеале. Потому что тут билд основан на том что вы взрываете всех. У вас восполняется эссенция. И вы опять всех взрываете с огроменным уроном. То есть эссенция очень важна. Эссенция это ваш урон. Чем ее больше тем больше ваш урон. Вот. Поэтому вот так. И здесь нужно ральнуть костяный дух и костяные осколки. И я думал в начале что это ошибка. Типа у чувака просто не получилось ральнуть. И у него вот костяные осколки. Я смотрю. Думаю блин ну нахер у меня костяные осколки. Потому что есть вариант. Типа можно выпустить костяной дух. Типа он больше будет урона. А нет. Костяные осколки. Потому что когда мы ставим костяную тюрьму. Из костяной тюрьмы. Каждый раз вылетают костяные осколки. И попадая в цель они увеличивают максимальный запас эссенции на 2. На 10 секунд. И костяные осколки. Вероятность выпустить снаряды дважды. Соответственно костяные осколки. Вот из этой тюрьмы. Могут вылететь. То есть она постоянно стоит. То есть из нее там эти осколки летят. У вас эссенция копится. У меня там в пике там около 300 эссенции. И там просто разряжаешь костяной дух. И бру. Там аннигиляторная пушка. Поэтому вот. Да. По аспекту. Ну это понятно. Костяной дух взрывается в костяной тюрьме. И делает еще один взрыв. На 140 урона. Но он должен взрываться в костяной тюрьме. Амулет. Талисман лорда из гальника. Он часто в последнее время используется. И мелькает. Да. Здесь тоже конечно хочется. Чтобы звездочка была на урон. От основных умений. Но также пойдет и здоровье. Подавляющий урон. В принципе я его апнул. На это самое. До максималки. И. Каждый по один у меня выпал. Я сейчас сказал. Что ну окей. Пойдет. Если выбью еще получше. Тогда может буду его там затрачивать. Ну и его фишка. То что вы расходуете 275 единиц основного ресурса. И ваше следующее основное умение. Гарантированно наносит подавляющий урон. Что в целом. Там. Если мы смотрим. Вероятность подавляющего урона. Где она здесь. То она там крайне мала. Ну вот она. Бля. Вероятность подавляющего урона. 3%. Что за херня. А ты расходуешь. 200 там. 75 эссенции. Соответственно. Это. У меня больше. В пике эссенции. И. Хотя гарантированно подавляющий урон. С костяным духом. Если он. Перемножается. То здесь подавляющего. 3750. Еще и крит урона. Ну там вообще. Вообще забей. Крит урон. Умение категории кости. Кстати. 53 плюс 15. Вот пожалуйста. Уже 68. Соответственно. Смотрим кольцо. Инта. Очень важная эссенция. За каждое убийство. Вероятность крит удара. Крит удар. Можно заменить на скорость. Можно заменить на живучесть. Потому что крит удара у меня. С лихвой хватает. Но важно здесь. Вот важно. Быстрое. Окостенение. Плюс 4. Это я выролил. Плюс 3. И еще плюс 4. Мне удалось апнуть. Через. А нет. У меня даже 2. По-моему. Да. Это я рольнул. Плюс 2. Быстрое костенение. И два раза. Удалось апнуть. Через кузнеца его. Быстрое костенение. Что это такое? Это вот здесь. Вот смотрите. Каждый 100 единиц эссенции. Время восстановления умения костей сокращается. Кости. 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 Все сокращается. Нам это все нужно. То есть это вот наши 3 основных скилла. Которые наносим урон. И вот это выбить. И заапать. Это очень важно. Очень важно. Мы отсюда сокращаем. Из кольца сокращаем. Вот с этого. Да. Соответственно. Ну и аспект это. Окостеневшие эссенции. Здесь у нас. Инта. Здоровье. Скорость атаки. Костяной дух. И после применения макабр мы восстанавливаем 26 единиц основного ресурса. Так подожди. А где макабр? Вот. Вот макабр. И вот макабр. И вот еще макабр. То есть вот что мы из этого применяем. Мы еще восстанавливаем. То есть фишка в чем. Мы костяную тюрьму закидываем. Мы восстанавливаем ресурс. Мы запускаем костяного духа. Мы восстанавливаем ресурс. Мы улетаем в кровавый туман. Мы восстанавливаем ресурс. Соответственно. Вот так вот оно и нужно. ресурс очень важен ну и здесь костяной дух то есть везде костяной дух урон костяной дух урон костяной дух но и тут как бы у кузнецам и а по и мы хотим в первую очередь это макабр то есть мы хотим чтобы 26 но можно превратить там в 30 чем-то 36 40 вот что такое это прямо идеально но типа хрен с ними оставил все скорость у меня скорость апнулась и дух остался то что но я может быть будет кольцо менять вот этот предметы и что в них нужно и для чего я вам все объясню то что я к этому не сразу пришел то есть бы был момент я думал того чё за нахер зачем это то зачем это все а зачем что и как я сейчас объясню то есть как это все работает сейчас мы выйдем за город и я вам покажу вообще что как зачем и почему в этом билде как он работает все но суть в том что конечно он опять же как я уже сказал он там всяким сорком и друидом проигрывает в скорости фарма но в целом боя ночь веселая тема короче суть какая так свалили нахер мне это сейчас не надо у меня 173 эссенции вот фишка того что вот максимальный запас эссенции увеличивается на 6 за каждого активного прислужника я тоже думал чё за прислужник типа где прислужники нет прислужников но нет каждый отсек тюрьмы считается прислужником 217 видите 217 каждый отсек тюрьмы вот сейчас 169 раз опять 220 255 соответственно тоже смотрите куда вы стену ставите потому что стену можно поставить вот можно вот так поставить и видите она мало дала 240 эссенции вот вот этот аспект он вот так и работает плюс фишка в чем вы например ставите тюрьму разряжаетесь ставите еще одну тюрьму ведь у вас full мана сразу full эссенции короче здесь вот эту механику сделали что тюрьму ставишь выпускаешь духа и ставишь еще одну тюрьму и у вас full сразу практически мана то есть она тебя восполняет поэтому очень важно чтоб у тебя генерила тюрьма плюс когда ты ставишь тюрьму из нее вылетает костяные осколки видите они иногда вылетают дважды то есть соответственно когда ты ставишь костяную тюрьму вот из этих шорт шорт обуви каждый раз когда костяной осколки попадает цель максимальный запас ценцы и вот увеличится на 2 то есть смотрите сейчас я найду противника поставлю на него костяную тюрьму сначала заберут этот пучок травы которым не очень нужен и продолжу свои поиски при некого от смотрим 169 вам поставили и вот она накапливается 100 100 270 290 300 305 307 раз пропала разрядился поставил новую у меня от опять 301 290 накапливаем все вот такая механика плюс не забываем же вкидывать проклятие потому что когда мы вкидываем проклятие почти партии когда вы действует проклятие получат вас на 143 больше подавляющего урона это просто вообще космические цифры понимаете всю суть а подавляющий из расходуем 275 и будто нас подавлять так у нас мы накидываем нас в пике их там 300 естественно мы там 275 расходы естественно этот будет костяной дух через подавление а еще и секрет выскочит перемножение то вообще забей вот вот так эта механика работает то есть понимаете эссенция вот этот кусочек это считается твой прислужник поэтому она нужна костяные осколки нужны потому что отсюда выскакивают вот так вот и не благодарите я во всем разобрался поехали инфернальные орды 6 компас 6 мало знаю 78 надо проходить очень аккуратно и внимательно мне отсидеть рассказывать и проходить 7 8 тяжко потому что в любой момент чуть отвлекся тебя бам снесли но про пройти конечно же можно вот 6 ну вроде но норм должен пройти сначала посмотрим ну по крайней мере 7 я попробовал пару раз не получилось просто меня что-то надо там сосредоточиться и не базаре чистоси так молчать ну блин кому интересно будет меня тут молчащего слушать уже и в этом то и смысл что посидеть поля лякать что-то рассказать про геймплей про саму механику механика простая бам и все блин и классная мне нравится я играю него мне нравится при что еще надо да ты приходишь сюда играть чтоб кайф получать да конечно кто там может сказать типа были на мне нравится седьмую орду там проходить за пять секунд ну окей делай другой билд не вопрос тоже в этом-то фишка урона конечно просто тьма не успел то хороший жену это очень хорошо вот это притягивает это прям замечательно сюда побольше притягивай сюда их притяни бум бум шоколака а ты кто такой пока куда взялся просто один я на пас пропустил у меня там сто тысяч хп серьезно да пошли нахер вы еще что такое вообще сто тысяч хп это вы как это вообще работает алё дядя один на пас страну пропустил я не боюсь того кто изучил тысячу ударов я боюсь того кто изучил один удар тысячу раз вот он был из таких какой а какой так вот вот так вот это вам не цацки-пецки ты ского сменешься пес откуда этот звук ладно мне уже просто башню сносит с этих с этих компасов мне на самом деле не очень раз то что они вот этим компасом все все остальные механики били раньше мы хоть как-то выбирали мы там что искали каких-то там мировых боссов мы там собирались ходили этот самый блин хелтайт кровавый наплыв при мы в сотые подземелья ходили потому что там фармилась а сейчас все сейчас нахер ничего не надо у тебя просто один вот этот вот и все я больше ничего не надо то так стоишь бля и вместе в одном и всех нахер взрываешь бы и формишь то что здесь ты все формишь хочешь там ты выф выформишь себе эту самую ресурсы хочешь вы формишь себе шмотки хочешь то хочешь все блин да как хочешь вообще делай и вот в этом как бы ну типа с одной стороны его прикольно тебя все активности у тебя сведены к одной активности но с другой стороны ну а нахер тогда другие активности создавать то есть они взяли обесценили но это в духе близов они он недавно тоже да что ж вы уже ну что тут происходит а они недавно что-то выкатили патч который просто по он в прошлом сезоне прошлый до сезон прошлом сезоне они выкатили какой-то патч который все шмотки обновил нахер и вот то что я там собирал сколько сезонов до этого сколько мы там этих билдов построили они превратились просто в тыкву все эти мои персонажи сотого уровня потому что они ну персонаж сотого остался но шмот 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 на нем просто все как бы можешь сказать его нет да куда ж ты опять с этим со своим ударом маять да пошли отсюда вы нахер нахер я сказал вот и получается не очень по кайфу с одной стороны да типа для новичков типа супер и по новичкам под пофигу блин они там взяли нового создали но мне тоже супер это контент делаю мне это на ю тубе все эти мои билды остались все клевые ой 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 самые которые все интересные они сохранены там я прекрасно помню что собирал так-то теперь понятно ими не зайдешь не поиграешь теперь чтобы ими поиграть надо заново заново это все раскачивать заново это все собирать шипы требу давай все теперь нужно заново с одной стороны кайф с другой стороны конечно же нет а 0 просто здесь как бы ну надоедает я вот пару дней в эту хрень побегал ты понимаешь сколько можно как как горел тинькофф ну ёбаный рот ну сколько можно я просто уже ну сколько ты уже тут бегаешь в этой хрене блин ладно денек другое но блин а есть у меня в гильдии чуваки которые по пять персонажей вкачали ты представляешь сколько они этих компасов открыли блин это же просто нахер блин забей болт вообще что это такое компас за компасом целыми днями ну понятно я уже видимо не такой сичевый как раньше раньше кэша была у меня усидчивость на максимальном уровне сейчас уже такого нету это у меня подавай р разнообразие так ну чё кофе очку бахни мы продолжим дэм так что у нас о можем этого призвать давай мы уже сегодня его призывали он разлетелся на раз-два главное сейчас не отлететь от него надо насобирать себе вот он расскажешь там про свежее мясо давай взрывайся пес на нахер видели просто с двух ударов сюда его не финферальные орды давай свои роняй и это все соберу вниз вот это началась земля поджигаться я такой не люблю вот вот да вот вы из чего я могу отлететь так это вот от этого всякого огниво ебучего бесит меня ну опять то что за болезы что за срань что за дела же сколько можно это блин в серии все все на максимум 70 сопротивления всему блин все прокачано весь кап все нормально блин у какого нахер хера вы и вот это вот мы заставлять вот эти какие-то ваншот механики каждый раз здесь работать как как они должны работать нахера качаю своих персонажей все по максималкам нахера вот это вот все у меня раскачано вот все там у меня там жизни там под сто тысяч нахрена вот эфирных владык не хочу я этих вот хочу чуть-чуть по лайту эти владыки так и так сейчас этот к нам придет мясник или не придет кстати а не знаю кстати вот мы его призвали а в этот раз он приходит нет ну вот опять вот лучше я и хорошо ее заметил тут просто надо на фулл фокусе с этими лужами сраными ой-ой-ой тут что-то за залп огня блин как то нас град огня но повелитель там же наше войско я сказал град огня бам нахер вот это сейчас был град огня от таноса какие мстители да раньше были охеренные вы сейчас от смотрели дэдпул против росомахи у сюда этот сюда этот дэдпул против росомахи вообще такой кайф я вот сходил посмотрел и прям вообще супер кайф хочу еще сходить сейчас вроде как в оригинальном переводе как раньше там петр гланц там и остальные и остальная компания вот сейчас вроде как будет таком же переводе уже должен был выйти надо посмотреть моих театрах будут это показывать или нет то что я бы это с кайфом вот это 2 восстановление зелья плюс 2 эфир того сюда плюс 15 эфира короче с кайфом хочу посмотреть не очень понравился ой 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 да ну нахер счет эти не взорвал что лесно паса как так это не взорвалось ты сюда это все вот этот стоит вот сзади 9 с херней бесят суки где вот он опять погремушки свои достал блин сейчас я их в зобу запихаю где ты вот он да сюда его да в кого ты тут кидаешь кого ты тут а пытаешься стрельнуть на нахер это уже аккуратно туда иди ты кто-то так изгнанный сейчас и я те тут все ты изгнан его сейчас самое сложное это сражение с финальным боссом давай уже скорее давай финальный босс пока у меня вот это все действует вот здесь важно да вот блин вот он в такую херню встал неудобную мне его надо вот этой закрывать и взрывать а он самому сейчас отлично видели как сразу отлетел надежды нет у вас чертов у меня надежда всегда есть вера надежда и любовь сюда давай этого босса давай взрываем его взрываем брат взрываем ну где эссенция нету эссенции тихо тихо что за звуки делать еще финальный вот он ненависть да у меня к тебе уже ненависть когда ты уже упадешь и отдашь мне свой лут сина ты все цепной пес сюда этот шестой уровень инфернальных орды сюда его берем наш долгожданный лут смотрим что как обычно ничего ценного нам тут не упала ну не упала и не упала не страшно все лутаем здесь железит плавелит мавелит хера вот это вот все что вот это вот тут падает все мы это лутаем а все до небольшой нут получился ну что поделать чпукаем золото говорим спасибо тебе diablo за контент ставим лайк и подписываемся на канал получается на хрен с ним давайте попробуем с мясником так давай блять дохни сука сюда этого мясника видали чё с ним произошло просто лицу ему оторвали нахер кто скажет что это билд были а но пойди это скажи мяснику который передает привет диабло вы а ну без просил передать привет понял diablo а по ей блять сука вот никогда не теряйте бдительности не выпендривайтесь больше чем нужно но здесь вам просто показываю как мы на стиме играли в компасе 8 уровня и как я просто не поспевал за соркой то есть сорка бегает туда-сюда почему не урон видите далеко за экраны и вылетает а у меня урон не то что даже в пол экрана на 1 3 экрана то есть весь мой урон это вот сконцентрирован в костяной тюрьме в ней взрывается дух два раза и соответственно все что в ней как бы погибает 40 же в этом плане куда мобильнее куда быстрее и по фарму по всему чисто для примера показал поэтому понятно каждому выбирать что и как зато боссов у разносит просто в щепки и не только их если приноровиться к этому билду что будет кэша классно и замечательно но к нему как я же гриви его надо почувствовать то есть его понять сложно его надо почувствовать этот билд если вот он вам заходит болен ну я уверен получите очень большое удовольствие если он не заходит так и и чё тогда так сказать бабушку лохматить берите другой билд берите другого персонажа играть и на к на ком-то еще здесь же есть это не грамм унгер некромант добро пожаловать ну а далее пути а дайте я сейчас попробуем урон понаносить но мне кажется я вообще на урон не наношу дать ему хотя бы три тычки ебану окей отмена операции поверил всегда называется ну если подытожить билд и не прям чтоб идеальный и это понимаю прекрасно но его собрал потому что он он кайфовый именно вот он подойдет тем кто хочет получить удовольствие от игры кто не хочет как бы задрачивать такие цифры типа я закрыл там 100 там 70 яму я там этот компас там за зафармил там максимальный там на изи за три минуты там 12 секунд я там еще что-то ну короче кто не хочет мериться писю нами кому именно вот нравится такой геймплей то есть под подошел взорвал аннигилировал просто с одного на паса противников по прожимал скиллы да это все еще не инвокер все еще не как на пианино здесь надо жать но кнопки здесь надо жать сто процентов то есть это им проклятие и там и щупальца и кровавый туман когда подкрался незаметно к тебе сзади кто-то боссов он аннигилирует вообще замечательно отлично но короче я получаю удовольствие от игры на этом билде в команде или в соло короче да вообще пофиг если вы примут целитесь нам на фарм этой ямы там компаса точнее там 7 8 на ези ну блин и жгу 40 либо друид вот 40 и друид прям вот то что нужно вот в этом патче в этом сезоне но мне же я прям прям хотел с вами поделиться вот и вот этот был прям зашел прям ну вот ну класс то есть я здесь и смог и сотые порталы там закрывать нормальную к смех сочи не на максимум апнут они там кого-то там по 17 18 уровень до в среднем то есть 21 докачать а может и не буду то есть как бы и здесь там ходил и на дуэли там мы ходили и в это самые в ямы и туда и сюда короче ежу я получаю удовольствие от этого билда от этой игры мне она нравится поэтому если вам это понравилось здесь хотите тоже попробуйте его собрать да без проблем пробуйте собирайте вообще прикольная тема интересная тема и как бы есть свой шарм есть до минусы я им показал я даже не смог седьмой компас закрыть то что мне про тупо убивают просто убивает там где-то там что-то там про зазевался там кто-то там кита лужи взорвались там тебя чем-то накрыла хотя сопротивление там всему 70 тем не менее как бы вообще вот это ваншот механики и опять же да у меня там и укрепление у меня там ее в это самое как она там называется плен все забываем но это укрепли а барьер вот и барьеры укрепления все у меня присутствует там жизни просто 50 тысяч там броня там кап достигнут и все рукам и взорвали да вот бывает и такое вот можно можно тут чуть-чуть отказаться где-то от дэмэджа где-то и еще чтоб меньше по мне урона проходила только вот откуда отказываться да откуда тут все такое то что что ультра нужно что ультра важно ну может быть этот проклятие да отказаться ну хотя с другой стороны как проклять очки закидывать причем можно его чуть чуть попеределать но я бы не стал то есть мне на это 8 на этот сезон вот этого вполне хватает блин ну классно вот это прикольнее счет там следующем будет посмотрим что будем качать может быть там ссорку качнем может быть там друида вот труд кстати интересный может даже в этом сезоне вы бы на закачать тоже попробовать на дам всяких убер шмоток надо гораздо больше здесь же убер шмотка всего одна но кому-то выпал блин охренеть вообще забей 54 процента ты серьезно жесть просто жесть кайф чувак на ролял на ролял чувак блин в чатик скинул просто кто-то говорит смотрите народ пишет ватафак вау вау это очень сильно вот это вот это очень сильно вот опять же да кому-то везет везет тем кто везет поэтому понравился билд ставьте лайк подписывайтесь не понравился одну тоже можно поставить лайк подписаться еще страшно может быть какой-то другой зайдет если этот билд не понравился и он не ваш какие-то будут точно ваши просто я здесь больше про некромантов про то как их можно собрать что из них можно выжать в том или ином сезоне ладно рад был вас всех видеть до встречи на моих стримах либо на больших экранах пока пока